Всем привет! Сегодня мы поговорим о Турции, о жизни здесь и такая тема. Я считаю, что это важно поднимать, об этом говорить, потому что если тебя что-то волнует, не надо делать вид, что ничего не происходит. Я знаю, что от этой темы очень многим эта тема не понравится, подгорят одни места. Я знаю, что, скорее всего, будут какие-то негативные комментарии. Другой невозможно будет, но я сразу предупреждаю, что я, если хочу, блокирую, удаляю комментарии, чищу их. Скорее всего, оскорбительные группы или еще какие-то комментарии с наездами и оскорблениями неуважительными другим людям, они просто не пройдут модерацию и опубликованы не будут. Я сейчас хочу затронуть тему, которая сейчас у нас в обществе здесь. Я имею в виду, в частности, сейчас Стамбул. Вакуум, в котором я живу, существую. Знаю, что в Анталии, в Алании такие же проблемы существуют. В городах поменьше. Такие проблемы может не быть. Вы можете этого не замечать. Но если вы в диаспоре общаетесь и в курсе, или вы работаете в Турции, то есть у вас есть какой-то круг общения, и вы в теме социальной вертитесь, крутитесь, как-то вам приходится с этим сталкиваться, вы знаете, что происходит. А из-за новой волны приехавших эмигрантов здесь начались уже проблемы в обществе среди таких же эмигрантов. Турки из-за своей, скажем так, вежливости, воспитанной и культуры своей, они в лицо очень многое не говорят, они раздражены, могут там сквозь зубы что-то шипеть, быть грубыми, но высказывать что-то напрямую и конфликтовать, скорее всего, не будут. По своему личному опыту я могу сказать, что и все чаще в обществе, в центре города, на окраинах города вижу неприятные ситуации, становлюсь свидетелем неприятных ситуаций, где происходит некое неуважение новых прибывших людей к гражданам Турции, к туркам, критика какая-либо, чего-либо. В общем, очень много негатива и критики, и из этого заникают конфликтные ситуации, потому что люди, которые здесь давно живут, ассимилировались, приняли правила игры здесь, они нам стали, скажем так, привычны и так далее, понимаем, что здесь и как, сразу возникает внутри такой огонек, когда ты чувствуешь критику и еще что-то защищать, потому что очень многие здесь сроднились, здесь завели семьи, детей, влились в общество, выучили язык, социально адаптировались, очень многие работают и так далее, то есть чувствуют себя частью этого общества. И когда критикуют, оскорбляют или что-то говорят в отношении как страны Турции или народу турок, очень многие наши, кто здесь давно живут, воспринимают это все на личный счет, да, потому что, ну, например, берем маму, мамские какие-то чаты и прочее, это мам такие же дети турчата есть, турчата маленькие, да, турчаночки, мальчики, турки, да, которые, если оскорбляют или что-то критикуют турок, она это воспринимает, естественно, сразу на своего ребенка, на своего мужа, на своих родственников, например, с которыми прекрасные отношения, и у нее все в порядке. Все проходят этот этап адаптации, когда здесь все не нравится, все не так и не это, когда ты только переезжаешь, это элемент адаптации, все это переживают, не будем это отрицать, все проходят. Но у кого-то хватает мозгов, например, об этом публично не говорить, не критиковать, не высказывать свою фи, и у кого-то в силу, может быть, образования, семейного воспитания или недостатка уважения к окружающим не срабатывает этот инстинкт, назовем так это, или здравый смысл какой-то, что, может быть, проблема не в том, что здесь все плохо, а в том, что об этом не надо говорить, это некрасиво, никто не отрицает какие-то проблемы, может проще промолчать и как бы не забывать, что ты здесь на позицию приехавшего и гостя, и со своим уставом в чужой монастырь не лезут, вот в чем проблема, да. Это было всегда, это не что-то новое, просто такого количества потока эмигрантов, здесь не было русскоязычного потока, здесь не было ранее, поэтому эта проблема не вызывала огромного масштаба, была такой острой, сильной, и так это не бросалось в глаза, то есть условно каждый там что-то переживал, это там, не знаю, в своем там инстаграм-минни-аккаунте на 500 человек родственников своих это высказывал, особо я не видела, что блогеры публично это высказывали, были такие, но их быстро, очень часто в комментариях, кто уже раньше приехал, ассимилировался, их затыкали, критиковали, ну в принципе это некрасиво, правильно, такие же жесты поведения, то есть приехал, будь добрый, как бы хотя бы уважай, что здесь происходит, да, твое умение, как бы не спрашивай, не нравится, уезжай, никто никого не держит, и всю страну под себя, под свои правила, ты перестроить, изменить культуру общества, здесь людей у тебя не получится. Это, кстати, относится не только к тем, кто приехал из России в частности, будут, может быть, я буду приводить какие-то примеры, посмотрю, здесь это та же, относится к людям, которые приехали из других СНГ стран, в том числе и Украины, я тоже знаю такие истории, но это зависит от людей, от их воспитания, в общем, везде, скажем так, в каждом стадии какая-то такая овца найдется, да, и это не говорит о том, что в стране или в обществе этой страны все люди такие, ну, вылезают в таких условиях, экстремальных назовем тогда, в переезд, это экстрим, ты к этому не готов, меняется твоя жизнь, свои какие-то негодования, чаяния ты переносишь вот в такой форме и на всех окружающих, всех там, винишь или все. Приехавшие новые люди с каким-то фрилансом на какой-то такой работе, типа, короче, взвыли всякие фотографы, организаторы мероприятий, мастера, маникюра, педикюра, парикмахеры, волосы, все. Здесь сложился определенный свой рынок этих услуг, я не скажу, что он здесь прям проваливается в недостатке, последние вообще года четыре с этим вообще все в порядке, если ты хочешь, ты все здесь можешь найти, вплоть даже там продукты свои, когда я только переезжала, вообще это ничего не было, я чемоданами возила продукты, потому что купить тупо негде было, никаких магазинов, бокалейки какой-то такой, ничего не было, сейчас все это вообще есть, сфера услуг красоты в том числе. Я сама пользовалась услугами фотографа, здесь нашего, в общем, девочка с моего города, она здесь тоже очень давно живет, и прекрасное, приятное общение, очень культурное, в общем, я оставалась довольна. Я в курсе цен, я скажу, что это цены средние по больнице приемлемые, такие же, как, например, где-то на родину у меня и так далее, что адекватный ценник был на услуге фото там и всего прочего, там фотосессий, семейных, всякого такого. Сейчас стали приезжать те, кто ненадолго сюда, кто использует страну как транзит, или надо срочно заработать денег, денег нет, они сорвались, прибежали, и начали устраиваться, естественно, конкуренция. Но здоровая конкуренция это окей, а вот демпинговать цены, сбивать их, давать в два раза ниже, ну, как бы это просто некультурно, некрасиво. И вновь прибывшие не знают о том, что по своему туристическому виду на жительство человек не имеет права работать здесь в Турции. Если об этом узнают государственные органы, кто-то им об этом расскажет, то человека депортируют из страны. То есть это незаконная история. Мало того, что они делают это незаконно, кто-то оформляется, устраивается на работу официальной в Турции, платит налоги за это. Приехали другие люди, говорящие с ним, назовем так, на одном языке, дают цену в два раза ниже чего, налоги не платят, забирают клиентов, учитывая, что после пандемии и всего прочего все равно у нас есть спад по туризму. И вообще, в принципе, что война в мире идет не до фотосессий, не для организации праздников. Вот это именно сфера услуг по развлечению, по удовольствию. Она очень сильно просела, этого гораздо меньше. И экономическая ситуация в стране. То есть заказов однозначно, честно скажу, но одну треть точно меньше. Я в курсе этой темы, общаюсь с этим людьми, знаю, о чем говорю. В общем, недалеко не самые лучшие времена по спросу у клиентов. А тут еще вот такая история подъезжает. Как поступают? Очень некрасиво, перехватывают клиентов, перебивают, называют цену в два раза еще ниже и так далее. Максимально стараются агрессивно, некрасиво откусить этот кусок пирога, потому что здесь и в сфере фотографирования, в сфере маникюра, красоты какой-то. Я не скажу, что здесь есть, поделено по зонам и существует некая детовщина. Ни в коем случае. Здесь у каждого специалиста хорошего есть свои клиенты, которые ходят к нему годами. Если ты плохой специалист, у тебя про премахера могу сказать. Я вам рассказывала, мне сожгли волосы, я два раза сходила, все, я не хожу туда. Я знаю, мастер мне не подходит, не мое, короче, да. Туда не уходят. В общем, условно всем все было, хватало клиентов и так далее. Сейчас же это некая определенная война происходит в этом плане. И сейчас тут взвыли, кто на фрилансе каком-то, сам на себя работает, сфера услуг, красоты и фотографирования. В общем, организации чего-либо, так все поднапряглись. И тем, кто здесь давно, старичкам, это очень сильно не нравится. Тупо просто у них из кармана забирают деньги. Это одна часть этого конфликта. Второе, это социальные сети, это в Телеграм, чаты всякие, общения и так далее. Приехали люди, которые считают, что им должны. Если должны искать квартиры, помогать, как оформить документы, то есть им лень поднять свою попу, зайти там на сайт какой-то. То есть сразу это видно, очень початно было. Первые недели две, все, кто здесь активно помогали, старались. Вот вам сайт такой-то, здесь вот, пожалуйста, и кометы, оформлять документы. А вот здесь, пожалуйста, нам не нравится, Сахибин Дэн, смотреть квартиры. А вот так вот, вот то-то. А вот тут вот курсы языка. А вот здесь вот районы закрыты, там не берите, вид на жительство не дадут, не снимайте. То есть подсказывали. Потом. И стали в чатах просто, вот если почитаете мне, не верите, почитаете в чатах объявления такого характера. Так, мне нужна квартира, там, 2 плюс 1, там, да-да-да-да-да, какие-то условия денег у меня столько-то. Человек ждет, что ему там накидывать будут какие-то, там, я не знаю, варианты. Что? Риэлторы есть. Обращайся, не знаешь язык, включай Google-переводчик. Сиди, изучай Сахибин Дэн, подорви свой зад, ищи себе жилье. Никто за тебя это делать здесь не собирается. Никто тебе ничем не должен. Другая история. В чатах мамочек вообще взрыв последний. Всем недовольны. Страна плохая, детского питания нет, того нет, всего нет, неудобно. Кошки у вас пляшивые, здесь везде по улице ходят грязные антисанитария. В ресторанах ни черта не говорят, там, на каком-то языке ничего не знают, еда турецкая, отстой, и все в таком роде. Как бы, это окей вообще? Так вообще можно? Это некрасиво, это некультурно по отношению страны, которая тебя приняла. Хочу сказать вообще, ребят, скажите спасибо, что вас не пнули и принимают вообще, не выгнали никуда. Если вы используете, очень многие пишут в чатах тоже, что они эту страну используют как на парочку месяцев в перевалочный пункт, а нет, куда-то в другие страны переселяться. Тем более, вы не можете здесь все под себя подстроить, фу-ка тебе, здесь так не принято говорить свои чаяния, вот эти так открыто. И школы не те, и сады не те, и там в садах не перезванивают, когда звонят. Да здесь так не принято узнавать цены по телефону в частных садах и школах. Цены никто никогда не зовет, потому что здесь торгуются. То есть есть моменты, очень много моментов культурных особенностей, в которые надо, блин, сейчас на годами в это врастать, понимать, что здесь и как, менталитет людей узнавать, понимать, как себя в обществе вести. И те, кто здесь давно живут, они уже в этой истории, они в этой теме. Те, кто новенькие, очень некрасиво поступают, грубо рубят с плеча, в общем, критикуют и так далее. Естественно, начинаются стычки вот в этих всех сообществах, комментариях и так далее. Начинается вот этот срач вселенский. Те, кто здесь давно, вежливо пока молчали, потом начали уже пресекать такие, критику всякую и прочее. И все, кто здесь живут, большинство сходится, потому что мы прекрасно здесь ассимилировались, спокойно жили, друг друга уважали, помогали друг другу. На данный момент в наших соцсетях, таких назовем ламповых, домашних, уютных, начался просто вот такой бардак, критика, негатив, какое-то говнище льется днями, постоянные какие-то заступания кто-то за кого-то, кто-то. Это, короче, это жесть вообще. Если мы берем социальную жизнь в обществе где-то, я чаще стала слышать критику на своем языке. Вы думаете, что если рядом с вами не говорят на странах наших, на русском языке, будем так, как есть говорить, это относится ко всем странам СНГ, бывшим, не только к россиянам, я вам скажу сразу. Это Украина, Беларусь, казахи, также вчера буквально я была свидетелем обсуждений, это были грузины, в том числе, и россияне, короче, все. Я вам хочу сказать, что если вы говорите по-русски, не говорите, что рядом с вами, никто по-русски не понимает. И вот это слушать, как вы на своем языке обсуждаете местных, еду или еще что-то, фукаете, фыркаете, вам что-то не нравится, до поры до времени найдется тот, кто вас отматерит на вашем родном языке, чтобы вы поняли, что так себя вести некрасиво. И вот эта вот критика в центре, очень много русскоязычных стало просто в Стамбуле не протолкнуться. И поверьте, кто-то здесь живет, стиснув зубы, терпит до последнего. Скоро начнутся какие-то стычки, конфликты. Я говорю, напомню, это не про войну история, это не про то, что украинцы и русские. Это про те, кто здесь давно живет, и те, кто новый приехал, не уважают то, что здесь происходит. Потому что в восточной культуре у турок принято, куда ты приехал, там не гадить. Потому что там гостеприимно встречают, помогают решать проблемы, оказывают помощь. Что изначально, сама лично проследила, что было первые парочку-тройку недель в соцсетях, где многие помогали, там к себе людей домой брали, ночевать и так далее. Еще есть люди, которых еще, скажем так, не сильно с кем-то с кем-то поспорил, поругался и так далее. Есть еще кто-то какую-то помощь предлагает, но этого уже гораздо в разы меньше. Честно скажу, что эта история будет набирать обороты. Я вам точно это прогнозирую. Если это как-то не остановится, поток не уменьшится людей, приезжавших, или кто приехал, не станут поспокойнее себя держать сдержание, не критиковать и не открывать рот. Это очень некрасиво. Здесь просто так не принято себя вести. Мы все, возможно, с этим приезжаем, но проходит время, мы ассимилируемся, привыкаем и понимаем, что это некрасивое поведение и мы от него отходим. Я желаю всем, кто приехал, тоже это поддерживать и быстрее понять, что вся страна и правила не будут под вас меняться. В садике не начнут частные школы вам перезванивать, пляшивых котов на улицах с собаками кормить не перестанут, детское питание с мясом, какое вы хотите в банках, не появится, помогать вам никто, квартиры искать, на вас приходить риэлторами нате, пожалуйста, никто это делать не будет, работу вам отдавать с местной тоже не будут. Я хочу отменить, что это касается всех бывших союзных наших СНГ стран, всех вместе, это не в частности на какую-то отдельную страну. И я никого здесь не хочу вывести святыми правильными, можно так себя вести, а вот этим так нельзя. Я вам расскажу напоследок один пример, который я себе позволила сделать, и я не считаю, что мне за это должно быть стыдно, я перегнула палку или я должна была промолчать, я ничего никому не должна и особенно промолчать. Если человек не умеет уважать окружающих, кто-то должен его этому научить. Если в данный момент турок не говорит на русском языке и не может научить как надо, я, пожалуй, учитывая, что я здесь живу, имею документы и все прочее, тоже имею право условно мне, чтобы не испытывать испанский стыд, пусть я буду тем человеком, который скажет, что вот так поступать нельзя, научу этого человека, чтобы в будущем мне сказали, о, например, все русские, украинцы, или белорусы, или еще кто-то, они все вот такие, чтобы вот такого ощущения у местных здесь нет, потому что мне за это просто стыдно. Почему-то я здесь жила, выстраивала социальные свои связи и правильно себя, назовем так, вступала в игру, принимала правила игры и так далее, вела себя, уважая окружающих, кто-то приезжает и все это говнякает за пару недель. История такая, я была на базаре, у нас, напомню, базар необычный такой, он цивилизованный, очень такой закрытый, специально отделенная территория, два этажа закрытые, то есть зимой и летом все прекрасно, круглый год есть все возможные фрукты, овощи, в общем, очень недешевый этот базар, дороже порой даже, чем в магазине, то есть, ну там есть всякая дефицитная возможность домашние яйца покупать, домашний там сыр, господи, масло, рыбу, вот вся история, то есть органик назовем так. Что я слышу? И там действительно фермеры выставляются, привозят, я знаю, уже многих, конечно, знаю, кто, откуда, как, там оливки покупают из такой-то деревни яйца за это и так далее. Вот условно за три копейки дешевле, чем в магазине, дедушка с выработанными обычными такими сафозными руками, то есть, это человек, работающий на себя, тут горбатится, зеленушку эту, капусту, лук, всякая прочая, морковку, выращивает, сам это все копается, изработанные руки, потом привозит сюда, платит здесь за место аренды на этом базаре, она стоит 5000 лир, в том году еще стоила, сейчас, наверное, больше, это очень дорого, если что. В общем, своим трудом, своим горбом, это дедушка, да. Здесь как принято, ты можешь взять пакет или спросить, чтобы тебе его дали, туда накладываешь сам, что тебе нужно выбрать, но это не у всех так, ну вот в этом месте было так, и подаешь продавцом, тебе считают, и все, собственно, ты рассчитываешься. Мало того, что человек не знает, там семейная пара была, это взрослые люди, ровесники моих родителей, этого же возраста, муж с женой, я не знаю, откуда они приехали, они говорили на русском языке, особого акцента никакого нет, но я не могла понять, собственно, в двухминутном разговоре, чего, ниоткуда и как. Я этого дедушку знаю, я сама у него покупаю овощи, и я знаю, как ему это тяжело, допустим, так дается, да, не от, скажу так, не от барской жизни хорошей, он стоит на базаре, приезжает из своей деревни за 100 км, вообще-то в Стамбул два раза в неделю, и продает это все. И там пакеты, знаете, такие, не супер, они новые, но они какие-то дешевые, естественно, потому что ты взял, донес и выкинул все равно, да, не супер там какие-то крутые, еще что-то. И они обычно такие сероватого какого-то цвета. Вот лежат пакеты, эта женщина берет пакет, начинает накладывать, и такая, просто в руки еще не начала накладывать, такая, и мужу говорит своему, фу, это грязно, фу, я не буду туда продукты складывать, которые ты все равно дома помоешь, это просто зелень. Она вот так швыряет этому деду и говорит на русском языке, ни на английском не пытается, они уже английский понимают, арабов очень много, они по-английски изъясняются, цифры там, что-то сказать могут. Не, вообще молчу про турецкий язык. И она начинает, очень высокомерно, некрасиво кидая в лицо пакет этому деду, говорит, дайте мне другой чистый, я в этот грязный складывать не буду. Дед не врубается, что происходит, но он видит эту подачу, понимаешь, ему фукают в лицо, ну что говорят, непонятно. И в этот момент он переводит на меня взгляд, зная, что я-то врубаюсь, потому что я иностранка, и скорее всего, как они, как он сказал, ты же из этих. Чего она мне сказала? Вот так вот он мне сказал. И я такая стою, оу, очень у меня, я говорю, я как бы перевела дословно, что она сказала, деду это очень не понравилось, он молча по-турецки дал такой же, точно из этого же кулька, ну это слепленный из магазина пакет, оторвал ей, дал, точно такой же, ничего не помес, он говорит, у меня других нет, и отдал, ей так же кинул, а ей надо покупать, и она берет этот пакет, покорно складывает, туда продукты набирает, что она там сейчас будет зелень какую-то оплачивать. Ничего не поменялось, ну зачем ты вот таким образом, да, это вот фукаешь, говоришь. И мне очень в этот момент, вот я себя объясняю, почему я не сдержалась, вообще я считаю, что я не должна сдерживаться, мне стало очень обидно и неприятно за этого дедушку, который в своей стране пытается заработать свою копейку, а тут непонятно, кто приехал, ему швыряют в лицо пакеты, там фукают, и непонятно, на каком языке говорят, его унижают. Вот в этот момент, я не знаю, вы напишите, вы промолчали? Или может быть, я какая-то, не знаю, не такая, но я считаю, что я сделала правильно. И я на чистом русском языке этой женщине объяснила, что так себя вести некрасиво, если вы хотите обращаться к людям, выучите тогда язык. А если вам здесь не нравится и грязно, идите в магазине, там и покупайте. Здесь такие условия, такие правила. И так пренебрежительно общаться, это непринято и некрасиво. Она мне даже ничего не ответила, что ты тут скажешь? Ну это просто кошмар. И этого, к сожалению, то, что я как человек вижу, в округе стало очень много. Это очень крайне неприятно. И очень сильно мне не хочется, чтобы взаимоотношения с местными здесь испортились, имели такой характер, такой окрас. И это очень стыдно. Можно сказать, типа, ну за что? Это же не твои проблемы. Я живу в этом обществе. И мой ребенок наполовину турок. И это отношение свинское и скотское высокомерное, говорить там, ой, хачики, какие как-то еще что-то, недавно тоже такое было фуд, это еда, не... Что ты вообще сюда приехал? Тебя сюда не звали. Скажи спасибо, что тебя сюда пустили. И ты вот таким оскорблением оскорбляешь также моего ребенка, моего мужа, моих родственников турецких, они стали моими родственниками. Это часть меня. Тем самым ты оскорбляешь и меня. И я считаю, что я не должна сдерживаться, молчать. Если я не скажу на русском языке, как надо себя здесь вести, как вот так не принято, не красиво, кто это сделает? Если не мы это сделаем, то здесь живет. Люди не понимают культуры каких-то основ. Я не хочу, чтобы переломали, перековеркали отношения. Когда-то давно это была история про Наташ. Эта история очень сильно заглохла последние 10 лет. Стереотип вот этот. Сейчас начнется новый стереотип складываться. Хамы неуважительные, грубые, не уважают других людей, культуру и тому подобное. Я от этого не хочу. Пишите ваши комментарии на эту тему. Кто здесь особенно живет, сталкивались вы сейчас с этим, что в соцсетях, что видите. Я говорю как есть, максимально откровенно и честно. Я со своей подружкой разговаривала, мы это обсуждаем тоже. И здесь очень многие в напряженке сейчас находятся. Очень многие пока что не высказываются из местных, помалкивают, но это чисто дело времени. Когда-то перестанут молчать. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Считайте, что тема актуальна, об этом надо говорить. В инфобоксе под видео я оставлю свою почту. Если вам нужна консультация психологическая, пишите туда, мы с вами встретимся. И также, если вам нужно, мне уже даже люди обращаются, спрашивают, можно ли взять консультацию по поводу переезда, что как, какие-то вопросы позадавать. Тоже, пожалуйста, пишите на почту. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.